Доброе время суток, дорогие мои друзья! Я вновь рада встрече с вами, сегодня 13 августа 2023 года. Ура! Наконец-то свершилось! У моего мужа небольшой образовался отпуск, и мы отправляемся в путешествие. Конкретно я вам говорить сейчас не буду, куда мы едем. Путешествие наше будет длиться несколько дней, я думаю, дня 3-4. Мы планируем посетить очень интересные и красивые места. Вас, конечно же, я буду держать в курсе всего того, что будет происходить. Дорогу мы с собой взяли все самое необходимое, что могло бы нам пригодиться. Друзья, мы собрались уже, сейчас выезжаем. Пожелайте нам хорошей дороги. Всем привет, друзья! Хороший день, погода хорошая. Итак, друзья, мы определили для себя конечную точку нашего путешествия. Об этом вы узнаете в следующих видео. Мы сейчас направляемся по дороге, ведущей в Кемер. С левой стороны в море расположен остров, о котором я вам рассказывала в одном из последних видео. Это Мышиный остров. Те, кто когда-нибудь отдыхал в Турции, знают о существовании города Кемер. Но наверняка некоторые не знают о том, что все, что находится в области Кемера, часто тоже называют Кемером. А расстояния здесь немаленькие. Например, от Бельдиби до Чаралы 53 километра. Причем не по прямой дороге, а частично по горному серпантину. Что мы кушаем? Мы кушаем пломбир. Да, раньше я кушал Беларусь, Минкс. Очень вкусно. Беларусь, мороженое вкусно. Сахар сладкий, чоколад. Шоколад. Конфеты. Зашли в Мигрос, купили воды, купили фруктов. Так, дорогу покушать. У меня виноград, нектари. Помыть надо. Ну, а я продолжаю рассказ. Поселки, которые находятся в областном центре города Кемер, тоже туроператоры называют Кемером. Это, наверное, сделано для того, чтобы проще было продать туры. Ведь у всех на слуху Кемер, а названия вроде Чамьёва, Токерово, Бельдиби знают немногие. Проехав город Кемер, по дороге дальше находятся поселки Чамьёва, Кириш, Токерово, Адрасан, Чаралы и еще некоторые. Три года тому назад мы с мужем отдыхали в Адрасане. Нам очень понравилось. Великолепная природа, прекрасное море. А в этот раз первым пунктом нашей остановки мы запланировали Чаралы. Чаралы находится в 40 километрах к югу от центральной застройки Кемера и в 85 километрах от Анталии. И занимает прибрежную низину, отрезанную от большой земли хребтом, который называется Бейдаглары. Дальше с последней доunto здесь было 20 лет Бейдарурных Майдан-мастерам. Продолжение следует... Перед рестораном есть парковка. Когда сворачиваешь с горной дороги, то оказываешься буквально в оазисе. Ресторан расположен в тени. Столики расставлены вокруг рукотворного каскада порогов на горной речке. Здесь можно увидеть плавающих уток. И говорят, что здесь даже плавает рыба. Мы, честно сказать, не приглядывались, поэтому сказать однозначно об этом не можем. В ресторане есть русскоговорящий персонал. Еду готовят быстро и вкусно. Здесь подают и завтраки, и обеды, и ужины, и традиционный турецкий завтрак, который сегодня, в общем-то, мы и заказали. А для вас я решила полистать меню. Знакомясь с отзывами об этом ресторане в интернете, я часто встречала комментарии, в которых люди писали, что этот ресторан не дешевый. Делайте выводы сами. Цены перед вами. Такое вкусное понятие, как турецкий завтрак, тюрк кахвалтысы, знакомо, наверное, всем. Удивительно, но иностранные туристы любят его даже больше, чем самые хозяева утреннего стола. Но есть традиция, и ее стараются соблюдать абсолютно в каждом доме. Для турецких хозяек в утренний прием пищи совсем не в диковинку соединить вместе сладкое и соленое, да еще и сдобрить это все пряными травами и специями. При этом поражает аккуратность ежедневной сервировки. Все ингредиенты завтрака помещаются в небольшие красивые тарелочки, и в результате накрыт шикарный стол из огромного количества гастрономических изысков. В этом ресторане вот такая подача. Ну что, друзья, путешествие наше продолжается. Мы проехали уже Коперово. Сейчас заехали в придорожный ресторанчик. Перекусить. Ну а дальше будем следовать месту назначения. Этот ресторан популярен не только среди местного населения. Его очень часто посещают иностранцы. И даже сегодня практически за всеми столами была слышна русская речь. За завтрак мы заплатили вот такую сумму. И теперь движемся дальше. Едем куда? В Каролы? Я думаю, да. Едем по узкой дороге, а слева обрыв. Очень красивые места. Этот район называется Чаралы. Чаралы находится в национальном парке. Здесь запрещено устроить высокие отели. Поэтому массовый туризм с отелями. Все включено. До этого места, к счастью, пока не добрался. Сюда любят приезжать местные жители со своими семьями на выходные. Раньше в Каролы отдыхали в основном иностранные туристы. Но с каждым годом все больше и больше русскоговорящих отдыхающих. Из-за хорошей энергетики и уединенности сюда приезжают любители йоги. Здесь проводятся различные семинары и тренинги. По йоге, по эзотерике и психологии. Два поселка Олимпос и Чаралы расположены очень близко друг к другу. Если идти по пляжу, то между ними метров 500. Славится Чаралы своим длинным пляжем. Он примерно около 4 километров. Даже в пик сезона он остается немноголюдным. Пляж Чаралы входит в десятку лучших пляжей Турции. На этот пляж приплывают черепахи морские и откладывают здесь яйца. В этот период места кладки яиц ограждают, чтобы люди не помешали черепахам. Чтобы это понаблюдать, надо приезжать в Чаралы в начале августа. Сама деревня Чаралы небольшая, состоит буквально из нескольких улиц. При въезде в поселок проезжаем перекресток. Такой себе центр поселка, на котором сосредоточены небольшие магазинчики, прилавки с фруктами, туристические агентства. Здесь можно взять на прокат машину или велосипед. Цены в кафе в центре поселка ниже, чем в прибрежных ресторанах. А вообще цены на все в поселке немного завышены по сравнению с другими курортами Турции. Вот деревня небольшая, везде бродят куры, коты, собаки. Местные жители занимаются сельским хозяйством и чувствуешь себя, как у бабушки в деревне. Конечно же, как и в любом населенном пункте в Турции, здесь есть собственная мечеть. До пляжа мы так и не добрались. Мы стали искать себе домик, в котором могли бы остановиться на ночь. На улице мы встретили мужчину, который предложил нам свои услуги и сказал, что у него есть великолепное жилье. Вот это великолепное жилье вы сейчас видите. Я сказала Али, что я бы не хотела эту ночь провести в этом месте. Конечно же, мой муж со мной согласился, и мы решили отправиться дальше в дорогу. Как называется это место? Где мы находимся? В Финике. В Финике. Обратите внимание, на горе раскинуты дома. Али говорит, что мы сейчас будем подниматься на гору по серпатинной дороге. Мы едем по направлению Каш, да? Каш едем? Да. Ребят, я в первый раз здесь. Я здесь никогда раньше не была. Места, конечно, великолепные. Впереди у нас горы, а с левой стороны море. Несмотря на то, что уже солнце зашло за горы, люди еще на пляже находятся. Очень симпатичное место. Такое современное. В отличие от предыдущего места, где мы были, дома современные. Смотрите, какая красотища на горе. Напоминает мне вот в Израиле тоже так расположены дома. Еще финики называют апельсиновой столицей, потому что здесь растут апельсиновые деревья. Очень красивое место. Вообще, я хочу сказать, что каждый отдельный уголок Турции по-своему хорош. Тем, кто любит море, тем, кто любит море, здесь просто было бы отдыхать очень здорово. Марина огромная. Заедем в магазин. Али хочет генеральную воду. Полюбуйтесь этим великолепно. Как вдали. Красота. Сейчас я хочу дорогу перейти, боюсь. А вот и апельсины. Сейчас немного. Финики. Добрый вечер, друзья. Финики. Очень красиво. Очень. Анталия. Сюда, и здесь Анталия. Купаются, не боятся. Не боятся. Турецкие женщины. Какая красота. Просто. Постой. Какой красот. Постой. Продолжение следует... Продолжение следует... А мы сейчас находимся в городе Демре. Современный город Демре расположен в 150 километрах от Анталии. Находится он не на самом берегу моря, а в 5 километрах от побережья. Развалины города Мира расположены примерно в 2,5 километрах от центра города Демре. Здесь находится древний город Мира или Мира Ликийская, а точнее его руины, которые интересны своими скальными гробницами и амфитеатром. Во-вторых, город считается родиной Святого Николая. И здесь расположена церковь Святого Николая Чудотворца. Ну, а мы приехали в турецкий город Каш, и здесь мы остановимся на ночлег. В общем, нашли мы отель. Нам переночевать одну ночь. И мы завтра здесь уже не будем оставаться. Отель небольшой. Нормально. За те деньги, которые предлагают, нормально. В принципе, он чистый, аккуратный. Но там нет холодильника, нет телевизора. Нам, собственно, это и не завтрак входит в стоимость. Ну, вот, поэтому я считаю, очень даже неплохо. По цене 1700 лир. Отель находится в центре. Называется Попар. Субтитры сделал DimaTorzok